В эфире тележурнал Станица. С вами снова я, Татьяна Вочарова. Здравствуйте! Расскажем, чем живет село. Военная техника и каша по старинному рецепту. Новые виноградники, плантации малины. На Дону увеличивается производство сладкой ягоды. Весна набирает обороты. Праздники и будни в тележурнале Станица. В День Победы каша из полбы, приготовленной в настоящей полевой кухне, Виктор Керенцев и его команда традиционно будут угощать местных жителей. Есть у фермера хобби – реконструкция техники военных и послевоенных лет. На ходу полевая кухня, в которой приготовят полбу с тушенкой. Кухня, конечно, работает как положено, на дровах. Машина со специальным номером, готова к транспортировке специального прицепа для организации горячего питания. На ходу и газ, выпущенный в 50-х годах прошлого века. Такие машины в годы Великой Отечественной войны были самым популярным транспортом в тылу и на дорогах сражений. В технопарке, на котором каждый год здесь организуют автопробег в честь Дня Победы, есть и мотоциклы. Их здесь тоже восстанавливают собственными руками. Головным транспортом был вот этот мотоцикл. Это оригинальный мотоцикл, который, ну, хоть и после войны, но его можно считать и военным. А сегодня мы занимаемся восстановлением другого мотоцикла, который в этом году уже будет еще красивее и головным будет он. А этот замыкающим. За ним будет идти 51-й ГАЗ-51. Нет, за ним будет 69-й УАЗик, а за 69-й ГАЗ-51 с полевой кухней армейской. И замыкать вот этот мотоцикл. Многие запчасти на этой технике военных лет. Музей на колесах будут пополнять, как только появится возможность купить технику той уже далекой поры. А теперь подробнее не о технике, а о каше. Ее варили из старинной крупы полбы, а не традиционной, из гречневой. О полбе писал еще Гомер, Пушкин. Помните сказку о работнике Балде, которого поп нанимал? И Балда поставил ему условие. Буду служить тебе славно, исправно, а за это ты мне три щелчка по лбу и будешь давать мне вареную полбу. И вот этот старинный вид пшеницы, которая не очень урожайно вытеснился со временем, но есть энтузиасты его в Белоколитвинском районе выращивают. В одном из фермерских хозяйств Ростовской области сумели создать дружную команду и свой главный стержень работы. Пашни в хозяйстве 600 гектаров. На них выращивают пшеницу и редкую культуру – полбу. По определенному принципу. 50% площади у нас уходит под пары и пользуемся таким образом. Мы выходим из положения, чтобы не применять никакие способы агрохимии. То есть у нас никакого воздействия на культуру и почву с нашей стороны химической не происходит. Таким образом вот работаем, получаем стабильные урожаи. К полбе тоже пришли не сразу. Много времени понадобилось. Пробраться на поля, где она уже дала дружные всходы, в нашей съемочной группе помешали дожди. Видео снял сам фермер и рассказал о непростом пути полбы в его хозяйство. 8 лет назад, да, я вот услышал такую информацию где-то. Искал семена, не смог найти в Тимирязевской академии даже, поскольку и сам там учился. А нашел в Краснодаре в институте зерна Лукьяненко, купил там несколько мешков. И вот я несколько лет размножал, размножал, потом придумал переработку самостоятельно. Это тоже сложная система. Потом наладили и производство крупы. Теперь кашу из полбы едят друзья, знакомые и все желающие. Сложности в выращивании такой редкой культуры есть. Но для фермера она интересна генетической чистотой, сохранившейся тысячелетиями, без изменений. Скорее всего, даже выгоднее просто посеять озимую пшеницу, убрать и продать, да, чем возиться, допустим, с полбой. Ну, уже я от этого не откажусь. Это для меня уже принципиально. Делают здесь еще один продукт. Хлеб из проросших зерен пшеницы без муки и дрожжей. Производство этой полезной еды расширяют, заканчивают строительство новой пекарни. Каша – это, конечно, хорошо. Но ведь хочется и полакомиться, и праздники, как положено отметить. Будет чем. Красностоп Золотовский – знаменитый сорт винограда. И вина из него, конечно. 21 гектар новых виноградников заложили в хуторе Ведерников. Саженцы высаживают с миллиметровой точностью. Неделя ушла на разметку территории в 21 гектар. Сложно, конечно. Чушь, это все вычислить надо, все это размерить, все... Как говорится, сначала на бумаге все это расчертить, а потом уже... Это будет новый виноградник Красностопа Золотовского. Уникальный сорт, который впервые описали в 1980 году в хуторе Золотовском Константиновского района Ростовской области. Дальнейшие генетические исследования установили его уникальность. Отличается по своим характеристикам от всех существующих сортов особым сочетанием ягодных вкусов с нотками бузины, черники и терна. Так что можно без преувеличения сказать, что закладка этого виноградника автохтонного сорта – событие в масштабах винодельческой отрасли всей России. Любой регион, в котором есть интересные, достойные местные сорта, стремится делать на них ставку. И в России, по сути, Ростовская область – это главный регион, в котором выращиваются автохтонные сорта, исторические сорта. Что касается красностопа Золотовского, то помимо того, что это, как я называю его, суперавтохтон хутора Ведерников и вообще вот этого небольшого кусочка правобережья Дона, это еще и очень интересный с винодельческой точки зрения сорт винограда, поскольку он позволяет производить в лучшие годы вина абсолютно выдающегося качества, который мы с удовольствием возим по всему миру, когда это позволяет обстановка. Кстати, после знаменитого сухого закона этот сорт в промышленных масштабах был практически утерян. Его возрождение на Дону началось с этого виноградника. Этот участок красностопа Золотовского, корнис собственный, высадили его в 2000 году. На тот момент сорт, к сожалению, находился в глубоком забвении. О этом сорте знали только профессионалы и люди в глубоком возрасте, потому что сорт имел низкую урожайность, тяжелое очень выращивание и по этим причинам он просто практически был уже уничтожен. В 2000 году в винодельное Ведерниково посадили участок 5 гектар красностопа Золотовского. В этом году ему наступает 22-й год, мы в однолетнем возрасте сажаем. И в свое время, можно сказать, что с 5-го года этот сорт практически появился заново на винном Олимпии. Появилась возможность получать новые саженцы красностопа Золотовского. В Ростовской области их готовят к посадке по специальной методике. Заранее защищают от болезней. Вот у меня в руках привитой саженец красностопа Золотовского. Почему привитой? Потому что корневая система привита на КОБР-5ББ. Это североамериканский гибрид, который выдерживает филоксеру. А вот отсюда, от места прививки идет красностоп Золотовский. Все это делается, как говорится, и сила роста увеличивается, и основное – это филоксера, спасение от филоксера. В последние годы молодых виноградников на Дону становится все больше. Развитие отрасли усилили бюджетной поддержкой. Существует и федеральное, и региональное субсидирование посадки молодого винограда, уходных работ за молодым виноградом. Безусловно, это очень серьезная, очень существенная помощь. А это очень ощутимо для экономической стабильности виноградарей и виноделов. Климат Ростовской области сильно отличается от Кубани и Крыма, например. Многие сорта укрывные, а первый урожай с нового виноградника здесь получат не раньше, чем через три года. На вид вполне промышленная разработка полезных ископаемых. Накатанная самосвалами дорога, техника в работе и разработчик недр солидный. Азова-Донская нерудная компания. Но все это производство разместилось на фермерской земле, на которой должны расти пшеница, подсолнечник и другие культуры, как рядом, за нелегальной дорогой. 20 лет тому назад Иван Агафонов по всем правилам оформил участок, платит арендную плату и, конечно, не собирался рушить плодородную землю. У меня получается участок, на нем у меня ИП открыто, я являюсь главой крестьянского фермерского хозяйства. Ну вот, как-то так. И борюсь, куда только не обращался, никто никаких четких ответов не дает. И сколько это уже продолжается? Ну вот, два года я с ними борюсь, ничего не могу пока доказать. Суды идут. Первый суд арбитражный я выиграл, второй частично. И сейчас в касацию подал обжаловать все это дело, потому что я не согласен с этим. Пока суд доделал, разработка карьера продолжается. Инспектор фиксирует нарушение земельного законодательства. Нарушение снятия перемещения верхнего плодородного слоя почвы. Часть 1, статья 8.6. Вернется ли почти 2 гектара плодородной земли в свое исходное состояние и в пользование законного арендатора, покажет время. Вопрос на контроле. Очень популярна и востребована сладкая ягода малина. Нежная, пахучая, лечебная. Колючий у нее кустарник, но это не останавливает садоводов. И трудятся они на своих плантациях с весны до осени, чтобы собрать живые витамины с куста и угостить нас, конечно. По два раза собирают урожай. Малина прибыла на Константиновскую землю с Крыма. Адаптацию прошла более чем успешно. За несколько лет разрослась и дает отменный урожай. Ремонтантный, многоразовый сорт Химба Топ здесь выращивают двумя способами. Сейчас мы видим ряды, которые не были срезаны в зиму. Мы оставили их посмотреть, как будет урожай в начале лета. И потом после отдыха она еще даст один урожай осенью. Но есть еще технология возделывания – это обрезка зимой под корень данного сорта и мульчирование соломой корневой системы. Обрезка под корень даст урожай один раз и гораздо позже. Но ягоды будут крупнее и до самых морозов. На этом участке делятся и саженцами, и советами. Вырастает саженец где-то до метра высотой, после чего макушка прищипывается. И тем самым дается возможность этому растению развиваться вширь, так сказать, раскущаться. По сравнению с другими культурами, виноградом, например, малина не такая прихотливая. Но все же враги у нее есть, особенно на небольших дачных и садовых участках. Весной это прежде всего клещ. Здесь хватает, видите, территория, естественных врагов. И они не дают клещам развиться. Это очень хорошо. И я советую, как говорится, дачникам, огородникам, что если вы не видите, клеща его очень хорошо видно. Начинает покраснение и с обратной стороны белый налет. Нечего яды лить туда, себя травить. Если явно увидели уже, тогда нужно обрабатывать. Также малина очень не любит ржавчину и мучистую растут. Препаратов в магазинах предостаточно. Пришли в магазин, спросили. От мучистой растут, от ржавчины. Выращивают на этом участке и ежевику. Сейчас эти ягоды становятся все популярнее. В отличие от дикой ежевики, они крупные. Но при соблюдении определенных правил. Ну, главное, это нормировка побегов, полив, удобрять, значит, по сезонам. Весной там азотное удобрение для роста, когда ягода, там фосфорно-калийные удобрения, также обработка от вредителей, ну и, естественно, полив. И еще одно правило при выборе места для высаживания малины и ежевики. Они не любят тени. Ждем, когда созреют плоды садов и огородов. Весна, задержавшись холодом и дождями, очень, кстати, полезными для почвы, набирает обороты. А мы продолжим путешествие по Донской земле. Что увидим, расскажем и покажем вам. До свидания. До новых встреч.